Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник мы начали достаточно сложную и дискуссионную тему, подняли очень сложный дискуссионный вопрос на тему причащения. Мы пытаемся ответить на вопрос, как часто должен причащаться современный христианин, действительно ли можно на литургию прийти и ее просто отстоять, или же если я пришел на литургию, то участником я должен быть в первую очередь таинства причастия. Если частое причащение рекомендовано, то как тогда к нему готовиться? Я должен поститься все время, получается, или как? И, собственно говоря, вот дискуссию между двумя этими сторонниками двух этих идей, редкого и частого причащения, мы пытаемся каким-то образом разъяснить. Ну и понятно, что о причастии невозможно говорить просто в терминах «давайте часто» или «давайте редко». Для начала надо понять вообще, что это за таинство. Собственно, этим мы и занимаемся в нашей передаче, уже вторую передачу сегодня, с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, дорогие телезрители. В прошлый наш понедельник, в прошлую нашу встречу, мы поговорили о апостольском времени, ну и о первых веках христианства. И поговорили, так, опять же, насколько нам позволяет время эфира, широкими мазками, мы обрисовали практику причения в то время. Что начинает последовательно меняться, начиная с 4 века, когда христианство изгонимой становится государственной, и когда эта религия становится разрешенной. И, насколько я понимаю, в церковь вступают люди уже, ну, так скажем, не готовые отдавать свою жизнь за Христа, пойти на Колизей, или там еще куда-то, зайти на крест, для того, чтобы исповедовать свою веру. Что начинает меняться? Ну, понятно, что меняться начинает многое, и здесь не только прям вот четкий такой водораздел, там, с начала 4 века, с Константина. Некоторые практики меняются не в связи с, ну, например, чуть раньше, я так понимаю, что века с 3-го, начинается процесс переноса литургии на первую половину дня, на утро или на вот ближе к обеду, да. Соответственно, меняется практика, появляется то, что мы называем евхаристическим постом, то есть не есть, не вкушать пищи перед самим таинством. То есть для древних христиан и в этом не было никакой проблемы, потому что евхаристия совершалась ближе к ночи. Воспоминаниями трапезы. Да, после, в конце, как бы, таким венцом и окончанием, я думаю, это тоже было сказать, что они были хуже нашего 200 лет, или там сколько-то, или апостолы были неправы. И, то есть они воспроизводили вполне себе ту практику, которую наследовали непосредственно от учителя, от первой пасхальной трапезы, когда сначала вкушалась пища, ну, более обычная, хотя там тоже есть вопрос то, что это была за трапеза, собственно, пасхальная, предпасхальная, ну, то есть там, ну, вот, это сейчас не важно. Но в любом случае это не было натощак. То есть они сначала ели там этого барашка, вот, а потом, собственно говоря, только Христос преломляет хлеб, тот самый последний, да, который там, может быть, был отложен, и последняя чаша, да, становится той чашей евхаристической. То есть это, естественно, не могло смущать, раз так делал сам Христос. И первые лет 200 мы видим упоминание о том, что сначала совершалась агапа, то есть трапеза, вечер любви, трапеза общая, которая имела характер, там, и в том числе и какое-то, какие-то социальные какое-то измерения имела. То есть те, кто вообще ничего в нее не мог вложить, продуктов своих, тот просто приходил и ел. Вот, но и как бы венцом этого было, собственно, преломление хлеба. Где-то века с третьего, я сейчас боюсь сказать регионально, где это впервые началось, ну, по-моему, в Северной Африке, в этой такой мощно тогда развивавшейся там Карфагенской церкви, вот. Ну, а потом это становится повсеместным, то есть мы сейчас, если и служим литургии вечером, как там, отдельная история, прежде о священных, там, совсем все по-другому, но вот в целом мы служим, у нас по уставу литургия должна совершаться, вписываться в суточный цикл после шестого часа. То есть это не совсем утром, ближе к полудню. Но в любом случае, вот если ты с утра идешь, в первой половине идешь пречащаться, конечно, было бы вполне закономерно и благочестиво не наедаться с утра пораньше, значит, чем-то там, не знаю. Поэтому появляется традиция пречащаться натощак. Это вот тот случай, когда изменилось, и здесь нет никаких вопросов, это совершенно правильно, мне кажется. То есть если бы мы продолжали пречащаться вечером в конце трапезы, так бы пречащались, не натощак. Но так, как случилось, я думаю, что совершенно четко церковь сказала, что это должно быть натощак, раз мы их переносим. Вот, то есть что, а дальше, ну, как бы, а дальше меняются еще какие вещи. А дальше действительно начинается вот изменение самого качества жизни в церкви. Это, ну, то есть сказать, что мы сейчас вот как предстанта будем говорить, что все стало совсем плохо, и 4 века-то водораздел, до этого была церковь, а потом стало не пойми, что. Нет, это тоже не совсем точно, церковь продолжает с собой оставаться, но, конечно, проблемы возникают. То есть вот этот вхлынувший в церковь поток людей, он количественно ее сильно увеличил, но сказать, что качество осталось такое же, как в первом-втором веке, ну, все-таки, увы, нет. И все чиновники, и все. То есть мы видим, что проходит 100 лет, ровных полных 100 лет даже не прошло полных 100 лет, когда в самом начале 5 века, если в 313-м только легализация произошла, а в самом начале, там, в первые годы 5 века целый константинопольский архиепископ за критику христианской придворной жизни уезжает в ссылку, это, правильно, Златоуста, христианской, не языческой. Это христианская императрица, да, и христианский весь этот вот бомонд ссылает Иоанн Златоуста, потому что глаз кололи то, что он говорил о том, как эти христианские, в общем-то, формальные государи, и, в общем-то, уже в ранней этой Византийской империи существует. Поэтому, конечно, меняется, и меняется, общая, да, действительно, несколько планка понижается, и, во-первых, здесь какие-то вещи, ну, тоже, они объективно исходят из внутреннего ощущения. Во-первых, перестали кого-то преследовать, и можно было себе уже вот такую мысль себе допускать, и если эту мысль в первые 30 лет было себе сложнее допустить, что, ну, вот, ладно, сегодня не пойду, в следующее воскресенье пойду. Потому что в эпоху гонений, в следующее воскресенье элементарно, да, может не быть. А сейчас, ну, у нас впереди вся, так сказать, жизнь, вот, сегодня не пойду, завтра пойду, в следующее воскресенье пойду, через воскресенье пойду, и так далее. Или пойду, но, вот, преследоваться не буду, то есть, Сеанн Златоуста вообще связан с интересной историей, он, знаешь, был проповедник великий, еще будучи преследователем даже в Антиохии, еще даже не епископом, он в своих проповедях указывает на такой момент, что люди стали действительно реже пресчаться на рубеже 4-5 веков, не так, как там в 2-3 веке, но там еще это имело специфические такие формы. Он говорит, меня вот расстраивает, что я выхожу проповедовать после Евангелия, в первой части или другие, полный храм, с чего приходили слушать. Иногда приходили просто его послушать и все. А, говорит, через какое-то время выхожу с чашей, половины нет. Вот, то есть, но тогда хотя бы у людей хватало понимания, что если я не планировал пресчаться, не собирался доставить до конца, я не буду, я тихонечко так, так сказать, не буду тут глаз мазорить, просто оставались действительно те, видим, видим, мы так можем предположить, оставались те, кто все-таки планировали пресчаться. Вот, но в любом случае говорить, что в начале 5 века пресчались так же часто, как, да, с другой стороны меняется, то есть появляется, может быть, у людей шире возможность там не только по воскресеньям это делать. Это тоже, кстати, надо учитывать этот фактор, что не все, кто не приходили по воскресеньям, там, вообще совсем там никогда не пречались, ну, потому что, если там первые 300 лет, ну, наверное, действительно был только день хлеба, только воскресенье. А в 4 веке пишет Василий Кисарийский, Василий Великий, в общем-то, ранний, ну, в общем, современник, Иоанн Златоуста, чуть более ранний, он пишет, что в его уже метрополии, в Малой Азии, литургия могла совершаться, не знаю, обязательно или нет, но могла совершаться 4 дня в неделю. Это воскресенье, суббота и среда и пятница, то есть вот особые дни. Остальные дни ничем особым, в общем-то, все как раз 4 дня, которые были чем-то особым для того седмичного цикла. А это у Василия Великого, по-моему, такое есть воздыхание горестное о том, что вот что раньше были за христиане, они причались каждый день, а мы причаемся всего 3 раза в неделю. Вот я у кого-то из святых отцов это читал. Сейчас не могу вспомнить, потому что про каждый день, мне кажется, это сложно представить себе, чтобы вот... Ну, опять-таки... В условиях самопречения. Да, в условиях самопречения может быть, то есть это может быть, да, то есть он вот в таком контексте, именно такую фразу я не помню, я помню, что он с очень таким, он точно с большим одобрением говорит, как оба, а такой, да, видимо, может быть, это и в том же контексте, о сохранении практики частого пречения о александрийских христианах. Потому что в Египте как-то они были более, может быть, как-то хранили эти правительства, которые говорят, смотрите, вот у нас вот в регионах, вот в остальных, там уже где-нибудь в Малой Азии, уже, ну, вот в лучшем случае только монахи имеют у себя дома запасные дары и сами себя пречают часто. Вот. А в Александрии ревностный народ, там и миряне до сих пор. То есть даже в четвертом веке гонения кончились по инерции, в Египте еще, видимо, и миряне. Может быть, это близость с монастырским центром, с Фиваидой, с вот этими отшельниками, которые тоже все хранили. То есть вы говорите, посмотрите на Египет, там почти все, понимаешь, что нельзя сказать за всех, почти все миряне имеют себя дома дары, и когда хотят, тогда себя приобщают. То есть, ну, может быть, не каждый день, это может быть такое вот утрирование, вот, потому что разное может случиться. Вот. И поэтому, да, то есть общее собрание это воскресенье, просто нам сложно представить, что там собирались чаще, а он говорит уже, что вот они приобщаются, перестав до миряне хранить у себя дома дары, могут приобщаться только при, вот, да, собрании, а собрании, может быть, и поэтому собрание становится чаще, да, то есть вот у него, в его, значит, или метополии, вот, по его благословению, то среда, пятница, суббота, воскресенье. Вот. И, но в целом постепенно, чем дальше, тем больше, несмотря на то, что возможности появилось больше и служить стали, вот, в больших соборах через некоторое время переходит на возможность совершения в ходите чуть ли не каждый день, как мы сейчас видим в соборах, там, в больших многоштатных приходах, где священников много просто, поэтому в этом нет какой-то проблемы. В целом, все равно, увы, к средним векам, да, вот это страшно сказать, но нормы постепенно становятся причинием один или там два-три раза в год. Причем на Востоке, надо дать должное, никто специально не вслух не проговаривал, это практика была, никто не говорил, что вот это нормально. Но на Западе, в начале 13 века, там, какой-то по счету, по-моему, 4-й Латеранский собор прописал, что раз в год это вот нормально для христианин. Ну, как бы, ну, не то, что это очень-очень хорошо, но это некий минимум, который считается нормальным. Вот реже раза в год это уже нарушение. То есть, мы можем сравнить, то есть, реже раза в год нарушение, или, как гласит вот тот самый канон древний, который мы вспоминали. Причем самое интересное, это тоже отчасти может быть мостиком к тому, что, а вот как, как часто, как не часто. У нас говорят, ну, священники почему часто причащаются каждое воскресенье? Типа им положено. Мы читаем этот канон и видим, аще кто христианин, будь то епископ, пресвитер, диакон или мирянин, будучи в своем граде, ну, то есть, не в командировке, не в степи, в каком-то пустыне, где нет храма, вот в обычной ситуации, не приходят на вот это воскресное собрание, да, а приходили на него не просто так, а для преломления хлеба, и поступает так три воскресенья подряд, то там вплоть до извержения сан и все остальное, там, мирян, отлучение и прочее. Ну, вот, то есть, получается, что, ну, там, одно воскресенье ты мог себе так сильно устать, сказать, что я не пойду. Ну, два, ну, то есть, а дальше возникали вопросы, а зачем ты вообще крестился и входил в эту жизнь церковь, если ты не собирался так жить? Причем там, еще раз, через запятую, епископ, пресс-цитер, там, мирянин. И когда говорят, что священнику положено, то есть, выясняется, что положено всем. И это имеет и обратную, на самом деле, просто с собратьями, с пастырями, с молодыми священними, с теми, кто еще только учится у нас там, да, вот мы иногда сталкивались с таким, что, ну, то есть, священник случается в отпуск. Священник случается в штатном храме, мы говорим, все, человек уходит на месяц, и месяцевый храм не только, а потому, когда человек говорит, понимает, что ни в каком. Он говорит, ну, я же не был, я же в отпуске. То есть, я тоже говорю будущим пастам, говорю, если вы это воспринимаете как работу, на которую, вот если отпустили, можно не ходить, ну, вообще, лучше тогда сильно задуматься, а надо ли вообще руководствоваться, потому что, если у вас вообще нет такого отношения к евхаристической жизни, то есть, там, в отпуске, не в другом городе, везде сейчас нет проблем, да, то есть, чтобы храм был рядом. То есть, ну, как вот настает воскресенье, священник, не будучи обязанным по работе, идти в храм, как он сидит дома и не идет в храм, мне все очень сложно представить. То есть, я могу представить, болезнь, да, вот целый месяц с ковидом там провалялся, и мог себе представить. Каждое воскресенье испытывал жуткий дискомфорт, прорывался идти, но, так сказать, да, врачебными всякими, так сказать, усилиями был задержан. Поэтому это абсолютно одинаково. То есть, священник тоже не может себе позволить, не должен. То есть, там, понятно, что у нас бывает так, что у священника куча других обязанностей. И священник может быть в воскресенье в храме, но не он служащий, и он занят, ну, то есть, вот он объективно не может. Он ушел, там, его послали крестить или еще что-то там, или исповедовать, он всю службу исповедует. То есть, понятно, что, хотя я знаю многих священников, которые все равно, будучи всю литургию, но даже исповедуем, потом идет, в конце облачается и причащается. Ну, то есть, как бы, чувство необходимости и потребности. То есть, я стараюсь тоже всегда причащаться, даже если я литургию не служу, а просто комментирую. То есть, почти всегда, вот, буквально, там, некоторое время назад, там, неделю назад, мы служили последнюю мессианистскую литургию, в Новокуйбышевске тоже, но, в общем-то, если нет никаких непреодолимых препятствий, я же все равно здесь, я все равно молюсь, даже если выхожу, что-то говорю. То есть, я, может, не стою у престола, как представитель, там, мне неотступно, но, как бы, вот, и что, я имею такую возможность уникально причаститься, я как-то вот буду это... Вот, ладно, хорошо, что мы так вот взяли и немножечко сошли с пути на некую тропинку, мне кажется, на очень важную тропинку. То есть, мы сошли с пути рассказа про историческую эволюцию подготовки. Произошло некое отскудение, и мы это констатировали. Вот мне очень интересно, почему в этом таинстве важно участвовать? Вот, ну, то есть, когда, вот, например, человек приходит в первый раз в храм, вот он заходит в пространство храма, и, как правило, это происходит в силу того, что его туда пригнала какая-то беда, проблема, скорбь, вот, сердобольные бабушки начинают ему рекомендовать, ты надо причаститься, вот, но не объясняют, почему, не объясняют, для чего. Это, кстати, очень опасно. Да, и вот важно понять, мне кажется, вот, сторонники, там, редкого причащения не совсем, может быть, понимают, в чем суть. Вот отряда священников, которые говорят о том, что надо причащаться редко, прям, ратуют за это, причем редко именно миряне. Очень хорошо, что мы сейчас тоже этот вопрос подняли, что странно. Священники, получается, имеют некие сверхдары, сверхразрешения для того, чтобы причащаться часто. А миряне, мол, этих даров не имеют, они вообще своим, Здесь и возможности, и обязанности у нас одинаковы, как у всех, как у членов народа. Вот почему мы забываем фразу Христа, что если не будете есть, не будете пить, не будете иметь часть. Не водите мое царство, со мною, не разделите. Давайте, вот, попытаемся объяснить, что же такого фундаментального. Вот представим, что я молодой человек, который хочет причаститься, но в полной мере еще пока не понимает, почему это важно. Ну, здесь можно, это такая тема, которую можно, начиная с каких-то вообще, так сказать, глубин, ну, то есть, вообще буду смотреть, какой человек. Если приходит человек, и мы с некоторым так и заговорим, интеллигентный, там, кандидат филологических наук, мы можем поговорить о том, что это очень глубокий символ, да, то есть, с кем ты преломляешь хлеб, да, с кем ты находишься в этом единстве. Ну, принц, об этом Христос и говорит, что если вы не будете, это самое предельное выражение близости и интимности, то есть, ты с кем ты можешь преломить один хлеб, ну, тогда действительно была одна лепешка, сейчас немножко по-другому технически, но разница, в технике это совсем дело десятое, потому что, когда стало много причастников, стало удобнее делать, ну, потому что там с лепешкой сложно очень. Вот, но это вот разделение единой чаши и за одной чаши пить, неважно, с лжицы, без лжицы, или как священники все просто пьют из одной чаши, это вот глубинное, самое, наверное, что может быть выражением единства. То есть, мы едины с Христом, мы едины друг с другом. Мы один хлеб ломаем, один хлеб едим и одну чашу пьем. То есть, а спасаемся мы не каждый индивидуально, а как церковь. То есть, это вот, ну, чтобы быть частью церкви, ну, как еще можно, да, надо быть крещеным, да, быть частью церкви, частью этого организма целого Христова, да, надо быть миропомазанным, чтобы иметь дар и духа. Но вот постоянное подтверждение этого единства, то есть, крещение один раз, миропомазание один раз, а постоянное поддержание этого единства и пребывание в церкви, То есть, собственно, чтобы быть членом церкви, чтобы быть, а по-другому не спасешься, а спасается церковь как единый богочеловеческий организм, потому что вне его головы, вне Христа спастись нельзя, и надо быть частью этого тела, надо быть клеточкой этого организма, надо питаться соками, которые в этом организме могут быть. А это, собственно, вот то, я обычно, когда я, ну, когда вижу, что человек, ну, вот, нужно человеку по-простому объяснить, я использую просто, вот, ну, вот есть евангельский сюжет, где Христос называет своих учеников себя стволом, лозой, а учеников ветвями, да, и то есть они, я всегда говорю, что вот в крещении мы прививаемся на этот ствол, но, как бы, мы, может быть, привиты, и что-то пошло не так, и мы видим, что сам ствол живой, все остальное зеленеет, ветка сухая одна, как в реальной жизни, такое бывает, что-то там случилось, какие-то там жуки-караеды чего-то перегрызли, какие-то каналы, ветка сухая, само дерево растет, это на остальную церковь не влияет, она цветет, развивает там плоды какие-то, а вот конкретные несколько веток там, допустим, они сухие, вот так бывает, то есть мы бываем сухими ветками на теле церкви. Чтобы сухими ветками не быть, надо, чтобы, ну, чтобы совсем по-простому, не хочу, чтобы это было понятно, как какой-то вот такой механицистский какой-то такой посыл, что мы должны вот этой подпиткой, условно говоря, то есть благодати, но мы должны быть причастны к этой благодати, не просто присоединены едино, как в крещении привиты на это древно, постоянно иметь общение, иметь связь и питаться этими соками. Вот. Понятно, что здесь не сказано, что это про каждое воскресенье. Можно ли питаться этими соками и быть как бы членом церкви реже причащаясь? Ну, наверное, можно. Поэтому никто, упаси Господи, я никогда ни разу не сказал, что те, кто реже причащаются, чем каждое воскресенье, те там лишены этой возможности. Ну, просто вот, мне кажется, что вот эта регулярность, которая, она была задумана в древней церкви, она как бы вот, то есть каждое воскресенье мы приходим, то есть здесь, по крайней мере, вот еще какой вопрос, ведь люди часто ходят в воскресенье на службу. Вот в чем все дело. Причащаются. Так-то это собрание было придумано именно для этого. То есть, ну, если я по каким-то причинам не могу, не хочу, ну, нет у меня, то все равно несколько странных вылет, когда я прихожу и стою до конца. То есть мне понятнее вот те люди времен Иоанна Златоуста, которые приходили на первую часть службы, широкую, вот она для всех, у них другая задача, дидактическая. Читается Писание, произносится слово, я научаю, это тоже очень важно. Вообще, литургия нас еще и в своей структуре учит тому, что важно для, вот две вещи, без которых христианин не может быть христианином. Без Евхаристии, без Слова Божьего. Ну, нельзя назвать человека, который вообще никогда не прещается христианином. Назвать христианином человека, который вообще не читает, не слушает, не знает Слова Божьего, ну, тоже язык не поворачивается, да, потому что это такая же пища, да. И вот эти две части. И вот первая дидактическая часть, люди, туда были, она была шире, туда могли прийти некрещеные, то есть соглашаемые. Они должны были, не только могли, они должны были туда ходить, чтобы что-то научиться. На ней могли присутствовать те несчастные действительно люди, которые оступили, совершили грех и были отлучены на какое-то время от причастия, уже будучи крещенными. Но потом они уходили. И поэтому мне понятно, когда человек не остается на остальную службу, потому что, или не причащается, потому что ему запретили. Кстати, было один, все-таки сказать, тоже не совсем правильно, потому что, знаете, чтобы быть честным все-таки до конца исторически, сказать, что все, кто оставались на литургии верных, на Евхаристии, собственно, все причались, тоже неправильно. Был один разряд кающих, с которым можно было стоять до конца, а к чаше подходить нельзя. То есть, всегда оставались люди, менее тяжко согрешившие, или у них просто срок подходил к концу, так называемый куб настоящий. Ну, то есть, фактически сейчас, когда человек сам добровольно не идет к чаше, он себя как-то переводит в этот разряд, да. Причем самое страшное, что достаточно добровольно. Вот если бы там церковь ему сказала, знаешь, ты не устоял на высоте какого-то своего призвания, ну, иди год-два там повоздерживайся. Ну, ты можешь стоять до конца, слушать эти молитвы в христическую анаферу, да, не отрываться до конца. Но к чаше пока нельзя. А так у нас половина храма идет, а половина у себя переводит в разряд вот этих куб настоящих. Отец Максим, я вот все-таки хочу третью нашу встречу посвятить именно таинству исповеди, подготовке к таинству причастия и так далее, и так далее. И, соответственно, можно туда же отнести ряд вопросов, касающихся эпитемии, отлучения, например, от причастия. Сегодня бы мне, знаете, вот хотелось еще какой вопрос успеть осветить. Некоторые, ну, то, что называется по-простому, объясняют таинство причастия как некую медаль, которую нужно заслужить. То есть именно поэтому нужна и подготовка, и именно поэтому именно таким образом толкуются слова апостола Павла, о которых мы не успели в прошлый раз поговорить, да, о недостойном причащении. Что типа подойти недостойно, то бишь означает, не заслужив, не выслужившись. А другие священники, ну, или там, или бабушки, или, не знаю, христиане, объясняют таинство причастия как лекарство, да, которое нужно больному. Ну, вот с этого начали, когда заходит человек и говорит, тебе нужно причститься, у тебя в жизни что-то не так. Вот этого как раз, а я начал говорить о том, как мы обычно. Вот как правильнее все-таки представлять себе таинство причастия? Мы его заслуживаем, отвоевываем. Мне кажется, правильнее, как я до этого повторять не буду, как необходимость, жизненную необходимость быть причастным, быть частью церкви, питаться, да, этой благодатью, которая дается. Что касается таблетки, я здесь тоже всегда говорю, то есть, ну, ни в коем случае не воспринимайте, это 10 раз, наверное, повторяю, у меня уже мозоль на языке, тем же говорю, которым надо причащаться, что это означает, что будут разрешены какие-то, ну, вот, что это исправить, не знаю, ваше здоровье физическое. А то у нас говорят, я приболел, а где причастись? Ну, это какая-то не очень правильная причинано-следственная какая-то непонятная история. Нет, понятно, что, я все говорю, да, я не спорю с тем, что причащаться надо, но вот когда говорят, что нужно причащаться именно для того, чтобы выздороветь там от какой-нибудь, я не знаю, что там... От короны. Да, позовите в больницу бачку, вопреки всему, его обязательно засунут в этот замечательный пакет, который, я не представляю, конечно, как врачи в этом ходят, мне хватило, значит, походить в нем. Вот, и вот тогда выздороветь, или у вас там нестроение семейной жизни, или еще что-то, да, и так далее, и так далее. То есть, ни в коем случае, то есть, там, лекарства, таблетки и причастили быть не может. В качестве такого, там, дополнения. Просто вот у меня, например, долгое время, когда я был семинаристом, происходили, ну, такие дискуссии с моей супругой. Вот у нее, я не знаю, что это, но как это можно назвать, это синдром самозванца. Вот она прямо категорически считала себя недостойной причащения. Вот, то есть, и причем доходило до таких интересных вещей, вплоть до психосоматики. То есть, вот она, например, готовится к таинству причастия с полным пониманием его высоты, полным пониманием его глубины. И вот эта глубина, эта высота, ее начинает пугать, ее начинает страшить. Она на физиологическом уровне, она начинает там заболевать, например. Ой, у меня что-то голова разболелась. Прям вот в день причастия и так далее. Мы вот, я все пытался переломить эту ситуацию в разговоре, объяснить, что таинство причастия, что бы ты ни сделала, ты все равно, условно говоря, остаешься недостойной. Потому что его высота несоизмерима. Прилагаю, дай слово Иоанна Златоусту. Он очень интересно об этом говорит. Ну, во-первых, первое, да, мы выясним, что это не может быть таблиц. Ни в коем случае. Это самоценность сама по себе. Это не для того, чтобы что-то там поправилось. И поэтому нельзя ни в коем случае вводить людей в заблуждение. Вот вы идите, они так привыкнуты будут ходить. А потом, если не выздоровел, он же посчитает, что не работает. У нас же как? Ну, то есть, да? Сломалось. Все, таинство сломалось. А вот по поводу этого людей пугает. Я понимаю, что нет, понятно, что таинство действительно велико. Но это так, как мы дерзаем претендовать вообще на спасение. Это вообще тоже очень страшно, да, все. Вообще единение с Богом, но с другой стороны, это более понятно для редкого Завета, где нельзя увидеть Бога и не умереть вообще, да, в принципе. Мы все-таки немножко, Господь ближе к нам становится, и Он все равно остается настолько же велик, и разница между Богом и обычным человеком, между тварью и творением, да, это, творцом, да, это, в общем-то, конечно, ощутимо, но при этом все-таки в Новом Завете мы обретаем Бога как любящего Отца, а не тот, кто там только, значит, нас предупреждает, там, сторожит и всякие создает, значит, вот эти вещи. Но понятно, что в подчеркивании в богослужении, в том числе и в литургической самой, в самом контексте, величие таинства, оно есть, и когда, я думаю, что очень многих слова, скажем так, несколько, ну вот в трепет приводят «святая святым». То есть, и на этом же можно построить целое очень логичное толкование, что вот эта святыня, вот это тело крови Христовой, даются и могут быть даны только святым. Вот, и, в принципе, так и есть. Вот просто здесь вопрос терминологии. В данном случае слово «святой» является синонимом, наверное, слова «верный», и речь идет о тех, кто здесь очень просто, да, тех, кто, во-первых, а, крещен, то есть оглашены не были верными, «б», не отлучен. То есть, а не то, что все должны быть морально одинаково чистые, кристальные, как вот бриллиант, да, там, сверкать всеми гранями, ну, так не бывает. То есть нет безгрешных людей, увы, к сожалению. Вот, и поэтому, когда вообще начинают главным доводом в пользу редкого прещения говорить о недостоинстве или достоинстве, ну, это тоже очень такое достаточно серьезное и опасное искажение, потому что, не дай бог, закроется мысль, что если я все вычитал до последней точки, постился более-менее строго, то я стану достойным. То есть я постоянно всем говорю, но любое тоже миссионерской литургии. То есть это, в принципе, таинство, дарованное нам вот благодатью, даром и авансом. То есть мы достойны того, чтобы принять его тело и кровь, не можем быть никуда. Никакой человек, никакой христианин в здравом рассудке не скажет, что «а вот сейчас я достойен причаститься». То есть тогда вообще непонятно, что мы городим, какой город, и себя постоянно накручиваем в свое недостоинство. А Златоус что говорит? Златоус говорит следующее. А значит, ты редко причащаешься, потому что большую часть года ты недостоин. Ты думаешь, что вот пост хотя бы, тогда уже появляется традиция передпасхального длинного поста. Ты думаешь, что пропастившись сколько-то недель, прочитав то-то, то-то и то-то, я сейчас дословно не помню, ты станешь чище, ты станешь достойнее, а дальше он там низкоэмоционально так же можно. Ты шутишь, человек? Ну, то есть то, что ты несколько дней попастился, сделает тебя резко изменен. Ты изменишься как-то вот онтологически, да, там по природе своей. А потом, собственно говоря, ты вот напрягся, да, потом выдохнул, продолжаешь жить все равно так, как жил. Вот. То есть ты действительно то, что серьезно, вот о том, что ты из-за нескольких дней поста станешь достойнее. И на самом деле единственное чувство, с которым, наверное, любой человек должен идти причащаться, и священник каждого воскресенья не причащающийся, хотя каждый раз в одинаковой статье, может быть, это не так остро удается переживать. Но, в принципе, себе постоянно об этом напоминаю, что только с одним и единственным чувством глубочайшего недостоинства и глубочайшей благодарности за то, что, как бы, вот никто, даже смотрим на первых самых, то апостолы все сильно заслужили. Ну, нет, они были тоже разными людьми, сомневающимися, там у всех были, я про Иуду вообще молчу, но там и остальные тоже были, себя показали, потом буквально в эту же ночь, ну, как вам сказать, не идеально. Поэтому. Отец Максим, огромное спасибо за сегодняшнюю встречу. Для наших телезрителей поясним, что в следующий понедельник мы, ну, как бы, такой цикл наших встреч завершим и будем говорить уже более предметно о современной практике. Итак, все-таки, как же дошли мы до жизни такой, что нам необходимо поститься три дня, читать покаянные каноны, исповедоваться перед каждым причащением, что это за таинство такой исповеди, как оно эволюционировало, какова была практика в ранние века. Об этом обо всем поговорим в следующий понедельник, в следующую нашу передачу. А на сегодня мы прощаемся. Храни всех вас, Господь!